Сегодня в передаче на кухне у Труфельной Королевы мы продолжаем тему летних холодных супов. Мы приготовим самый любимый суп моего мужа – гаспачо. Когда-то он путешествовал с мамой, будучи еще ребенком, по Испании и попробовал там настоящий андалузский гаспачо. И влюбился в этот суп, просто, знаете, была любовь с первого взгляда. Я очень долго искала подходящий рецепт, я его, наконец, нашла и готова поделиться с вами. Вообще, прелесть гаспачо состоит в том, что не существует единого рецепта. Можно экспериментировать, можно сделать гаспачо и чисто из одних томатов. Но по классике мы будем делать из томатов, огурцы, перец красный и зеленый, чеснок, зеленый лук. И самый главный секрет гаспачо – это хересный уксус. Вы знаете, я очень долго экспериментировала с рецептом гаспачо. А, естественно, конечно же, хлеб. И раньше я отдельно замешивала лук, заливала его красным винным уксусом. Очень многие маринуют гаспачо с красным винным уксусом. Но, попробовав добавить хересный уксус в гаспачо, я навсегда забыла о винном. Попробуйте и вы. Сделайте гаспачо именно с хересным уксусом. И, значит, раньше я лук нарезала, заливала его красным винным уксусом, давала ему настояться несколько часов, отдельно в ступке замешивала хлеб, мякиш хлеба, перетирала его с солью и с чесноком и тоже давала настояться. Это был очень сложный рецепт. И я нашла простой, гораздо более простой рецепт, но вкус получается такой же. И сейчас я с вами поделюсь. Начинаем мы, конечно же, с наших идеальных томатов. Для гаспачо самое главное в гаспачо – это помидоры. Помидоры должны быть спелые, сочные. Берем маленький нож, вырезаем сердцевину. Томаты мы нарезаем абсолютно правильно. Нам вообще не важно, как будут нарезаны все овощи, потому что мы потом все это будем пробивать блендером. Вы знаете, я вообще абсолютно помешана на фермерских продуктах. Для меня очень важно, чтобы это было с огорода, сезонное. Что-то я выращиваю сама. Теплицы у меня нет. Я пробовала выращивать помидоры в открытом грунте, но в Подмосковье, мне кажется, это нереально. Я пробовала несколько лет подряд. И черри, и обычные. Знаете, они созревают, появляются плоды. Но как только появляется роса, помидоры просто в один момент чернеют, и все мои усилия на смарку. Поэтому мне очень сильно повезло, что я в соседней деревне совершенно случайно встретила Славу. Я поехала в Кленово за домашней курицей. И не могла найти дом женщины, которая продает эту курицу. И ходила по домам по соседним. То есть я примерно понимала, где находится ее дом, но точно найти не могла. Я ходила по соседним домам и спрашивала, вы не знаете, где живет такая-то женщина? И наткнулась на дедушку Славу, у которого мы сегодня покупали томаты. Я говорю, подскажите мне, а где вот живет такая-то, такая-то? Он говорит, а я знаю, где она живет. А купите у меня яичек, я вам скажу. Я так сначала думала, блин, да что такое, что за вымогательство? Купите у меня яичек, а я вам тогда покажу дорогу. Но потом подумала, ну ладно, давайте куплю у вас яичек. Он говорит, а помидорчики вам не нужны? У меня, говорит, есть очень вкусные помидорчики. Я говорю, ну показывайте. И он завел меня в свою теплицу. И я пропала в этой теплице. Это самые вкусные томаты, которые выращены в Подмосковье, которые я пробовала вообще в своей жизни. Вот такая вот история. Совершенно случайно наткнулась на этого замечательного дедушку. И теперь мы дружим, покупаем у него все сезонные овощи, а зимой мы покупаем у него домашние яйца. Так что моя любовь к фермерским продуктам просто огромная. Здравствуйте, Вячеслав! Здравствуйте, Кристина! Как там наши помидорчики? Помидорчики ждут вас очень много. Созрели? Очень много. Отлично, пойдемте, показывайте. У вас самые лучшие помидоры во всем Кленово. Ой, ну красота, лепота. Наши? Да все наши, нам много надо. Сейчас соберем. Смотри, какие висят на веточках. Вячеслав, как правильно их снимать с ветки? Покажите, пожалуйста. Он же не древний. Не-не-не, они... Вот так вот он и жрелый. Да, они лежат буквально день-два. Их нельзя оставлять на ветке совсем до красна. Их нужно чуть раньше снимать. Смотрите, какой нам такой подойдет на гаспачо. Сорвете, как его? Просто у меня складится такой неудобный. Желтенькую. Желтенькую, давайте. Срывайте. Вот эти помидоры будут весить примерно килограмм каждое. Обалдеть! А вот этот еще, смотри, какой огромный. Просто. Мне кажется, вот этот больше килограмма весом. Может, больше. Самый большой у меня был кило 250. Один помидор. Еще у Вячеслава растут вот такие сладенькие огурчики. Мы сейчас тоже наберем себе огурчиков, так как мы в гаспачо. Огурцы тоже идут в рецепт. Представляете, какой получится у нас суп из таких замечательных овощей. Фермерских, настоящих. Так, вот наш урожай на сегодня. Ну что, как думаете, хватит нам на гаспачо? Я думаю, что да. Получится отменно. Спасибо, Вячеслав. Здоровья. Пойдем готовить. Еще к вопросу о том, как я раньше заморачивалась, когда готовила гаспачо. Вспомнила, хочу вам рассказать. Я обдавала их кипятком, снимала кожицу и удаляла семена. Так было написано в одном из рецептов, который я нашла, и мне казалось, что это правильно. Вы представляете, сколько времени у меня занимало приготовить этот, казалось бы, холодный суп. Но его же не надо варить, долго там томить бульон. Холодные летние супы, они самые простые. Но я придумала себе максимально сложный рецепт гаспачо. И как я была рада, когда я нашла этот рецепт. Этот рецепт, скажу вам по секрету, Гордон Рамзи. Я фанат этого шефа. Именно так он готовит гаспачо в своих мишленовских ресторанах. Знаете, я всегда готовлю гаспачо в больших объемах. Потому что мой муж, я его называю мистер помидор. Он все, что связано с помидорами, он все любит. Томатный сок, томатный суп, горячий, холодный. Я, кстати, очень классно делаю еще горячий суп из томатов. Но этот рецепт я покажу вам зимой. И, соответственно, если уж я готовлю гаспачо, то я готовлю большую кастрюлю. Сейчас я все нарезаю в гастрономическую емкость. Вы можете то же самое делать в большой кастрюле. Потому что мой муж пьет его просто литрами. Он может, мне кажется, вот все, что мы сегодня с вами приготовим, это уйдет максимум за два дня, а то, может, и за полтора. К нарезанным томатам нарезаем перцы соломкой. Как чистить перцы, хочу вам напомнить простой способ, как любят это делать шеф-повара. Сейчас мы вот эту ножку срежем. Шеф-повара переворачивают перец и вот так вот по кругу обрезают сердцевину. Вот она остается. Но мне кажется, что это не очень удобно, потому что много отходов. У меня есть более, на мой взгляд, более простой способ. Берем, продавливаем ножку вовнутрь. Разрываем перец пополам. Удаляем сердцевину. И вытрахиваем семена. Все. Чисто. Далее нарезаем огурцы. Огурцы придают гаспачо свежесть. Я добавляю их прям с семенами. Но предварительно нужно снять шкурку, очистить их от кожуры. Это удобнее делать вот так. Огурцы разрезаем на четвертинки. Огурцы придают гаспачо свежесть. Я тоже добавляю огурцы прям вместе с семенами. В них содержится основной вкус вот этой вот свежести огурцов. Добавляем зеленый лук. Лук растет в моем огороде. Прям свежий из грядки. Все, как я люблю. Нарезаем хлеб. У меня чаобата. Я выбираю для гаспачо обычный чаобату. Зачем нам нужен хлеб? Хлеб, чем, кстати, больше в нем хрустящей корочки, тем вкуснее. Хлеб придает гаспачо шелковистость и загущает текстуру. Нарезанный хлеб добавляем ко всем овощам. На самом деле я специально взяла гастрономическую емкость прозрачную для съемок, чтобы вам наглядно было видно, что и как мы смешиваем. Но моя емкость не справляется с объемом гаспачо, который я обычно готовлю. Поэтому мы сейчас все нарежем, и я пересыплю все мариноваться в свою большую старую добрую кастрюлю. Далее добавляем чеснок. В нашей семье очень любят чеснок, поэтому я добавлю целую головку. Вы для себя можете регулировать, смотря на сколько вы его любите. Чеснок нарезаем тонкими дольками. Базилик является королем пряных трав. Я просто обожаю его аромат. Нарезаем базилик, смотрите, прям вместе с веточками. В них содержится очень много вкуса. Как видите, гастрономическая емкость не справляется с объемом, поэтому я беру свою любимую большую кастрюлю. И сейчас я пересыплю все богатство сюда, которое мы нарезали, и буду мариновать гаспачо. Покажу дальше, что делаем. Субтитры сделал DimaTorzok Теперь маринуем наш летний холодный суп. Добавляем побольше соли. Помидоры любят соль. Черный молотый перец. Заливаем оливковым маслом первого холодного отжима. И коронный ингредиент маринада для гаспачо хересный уксус. В идеале, если вы приготовите гаспачо накануне, оставите мариноваться его на ночь. Но в нашем случае нам хватит, в принципе, и часа. Теперь мы как следует все перемешиваем. Все тщательно перемешиваем. И даем настояться нашему супу минимум час. Что такое летний суп гаспачо? Это просто тазик овощей, перемешанных и пробитых в блендере. Наш гаспачо настоялся несколько часов. Теперь нам нужно его пюрировать. Перекладываем нашу кашу с томатным соком в блендер. Ой, какие ароматы, друзья! Боже! Знаете, я не столько люблю есть этот суп, сколько его готовить. Я просто наслаждаюсь самим процессом и всеми этими ароматами и количеством овощей, которые мы сюда добавляем. Немножко сока. Смотрите, какой. Накрываем. И блендерим. Еще. Так все вкусно пахнет везде! Блендерим мы гаспачо до состояния пюре. Смотрите, что у нас получилось. Сервируем. Ух! Ну, красота же! Что нам остается сделать? Берем оливковое масло. Поливаем немного сверху. И добавляем мелкие листочки свежего базилика. Наш идеальный гаспачо готов! А дегустировать его будет тот, для кого мы готовили этот суп. Это мой муж и его любимый летний суп. И знаете, как больше всего он любит его потреблять? Пить? Именно пить. Поэтому наливаем в кружку и относим к нашему эксперту, нашему мистеру помидору на пробу. Дегустируем гаспачо. Петя! Я иду! Что такое? Твой любимый гаспачо готов! Попробуешь? Воу-воу-воу! Твой любимый летний супчик готов! Приятного аппетита, Петенька! Попробуешь? Попробуем. Твой любимый гаспачо.